Несколько дней Ульяновская область находится под властью снежного циклона. Ситуация на дорогах остается сложной. Все службы переведены на усиленный режим работы. По словам синоптиков, за неполные двое суток выпала месячная норма осадков. Воскресным утром губернатор области Алексей Русских провел очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В первую очередь он обратился к главе города Ульяновска Александру Балдакину. Срочно приводить город в порядок. Дворовая территория, подъезды к школам, больницам. Все завалено снегами. Понимаю, что ситуация экстраординарная. Большое количество осадков. Мы должны максимально быстро привести в город нормальное состояние. В регионе был организован круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах. В целом ситуация, повторюсь, непростая. У нас работает 378 единиц техники на автомобильных дорогах. Привлеченный порядка 40. Работу продолжаем. Районы все проблемные, где нужно расчищать проезжую часть и уширять дороги. Понимаем, это Чердаклинский район, Старомаинский район, это Ульяновский район, это Радищевский район, Николаевский, Новоспасский. Чтобы привести в порядок придомовые территории, особое внимание было уделено работе управляющих компаний. Им рекомендовано перейти на работу в круглосуточном режиме и постоянно оставаться на связи, оперативно реагировать на заявки через социальные сети «Горячие линии». Вышла 71 единица по уборке придомовых территорий и тротуаров, и подходы к подъездам. Также проверить кровлю, если там есть нависание снега, убрать снег и сосульки. И плюс расчистить, я бы сказал, хотя бы одноколейные проезды во дворы, для того, чтобы могла проехать скорая помощь в случае необходимости оказания медицинской помощи. Как сказал руководитель агентства, по Ульяновску на уборку дворов вышло порядка 1100 дворников в Димитровграде 385. Недобросовестные управляющие компании, которые не оказывают услуги по очистке придомовых территорий, но при этом собирают с жильцов деньги, будут наказаны. Глава региона обратил внимание на проблемную ситуацию с бензином. В субботу на многих заправках было только дизельное топливо. Как отметил министр транспорта, бензовозы из-за снежных заносов на трассах стоят на границе с Татарстаном. Их не пропускают. Только три бензовоза смогли доехать до места назначения в субботу, два в воскресенье утром. Как было сказано на КЧС, проведенном в правительстве днем 21 января, в полной изоляции от жизнеобеспечения осталось село Мордовское Карагужа. На подмогу пришла служба МЧС. Мы работаем в режиме повышенной готовности. Сейчас готовность группировка аэромобильная. Это 100 человек и 42 единицы техники, которые могут выехать в любой район области, где будет затор. Мы такие уже проходили в этом году, когда вы на Родичево ездили. Соответственно, снегоходы, специальная техника повышенной проходимости для того, чтобы уже вызволять кого-то из снежного плена или, соответственно, подводить горючую воду. Как заверили в Министерстве агропромышленного комплекса, дефицита основных продуктов нет. Единственные возникли сложности с поставкой хлеба из Самарской области. Но в непростой ситуации выручил Ульяновский хлебозавод. Он увеличил производство своей продукции и заполнил полки магазинов. Заместитель председателя правительства Ульяновской области Вадим Андреев провел оперативный штаб в социальной сфере. Нам нельзя допустить увеличение времени приезда скорой медицинской помощи. Нам нельзя допустить осложнение въездов в наши лечебные учреждения. Нам нельзя допустить сбоев в работе ни одного социального учреждения. По словам министра здравоохранения Олеси Колоти-Каменевой, все больницы области на данный момент работают в штатном режиме. Особое внимание уделяется своей временности оказания скорой медицинской помощи и очистки подъездных путей к лечебным учреждениям. Кроме того, по поручению губернатора и по рекомендации Министерства просвещения и воспитания 22 января отменены занятия во всех школах области с 1 по 11 класс. В настоящее время идет расчистка, но сказать, что через час все будет расчищено, это неправильно, поскольку мы видим, насколько обильно идет снег. В ряде образовательных организаций, в некоторых муниципалитетах родители вышли с предложением помочь в расчистке дворовых территорий, территории образовательных организаций. Мы говорим слова благодарности родителям за то, что включаются в нашу такую общую историю. Однако детские сады 22 января будут работать. Очистка подъездных путей к ним, а также обеспечение их продуктами питания взяты на особый контроль Министерства просвещения. Все спортивные и культурные мероприятия для детей рекомендовано перенести на более благоприятное время. Запрещены все выезды и экскурсионные программы для школьников. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улбрады ТВ.